Зачем Илон Маск отправил Теслу под землю и где можно получить срок за целлофановый пакет? Об этом и не только в нашем обзоре. В США продается ферма Марка Твена. Новым владельцам предлагают выложить за нее почти 2 миллиона долларов. Имение автора книг о Томме Сойере расположено вблизи города Рейдинг в штате Коннектикут. Этот дом площадью 340 квадратных метров на участке 7 гектаров земли. Писатель купил ферму в 1860 году и назвал в честь младшей дочери. Ферма Джин. Самый строгий в мире закон против полиэтилена вступил в силу в Кении. Отныне целлофановые пакеты в стране нельзя ни изготовлять, ни импортировать, ни использовать. Иначе штраф до 38 тысяч долларов или 4 года тюрьмы. Людям советуют использовать многоразовые эко-сумки. На такой шаг кенийским властям пришлось пойти из-за катастрофической ситуации в стране. По подсчетам ООН каждый месяц там используют 24 миллиона новых пластиковых пакетов. Позже они становятся причиной гибели птиц, рыб и животных. Илон Маск испытывает подземные тоннели под Лос-Анджелесом. Создатель Тесла и SpaceX показал на своей странице в Инстаграме пробный заезд электрокара Model S по подземному тоннелю. Он создан, чтобы избегать пробок. По задумке Маска авто спускается под землю на специальном лифте и на тележке едет к пункту назначения по магнитным рельсам со скоростью 200 км в час. Идею изобретатель представил еще год назад. Сейчас построена только часть подземной дороги от города Хоторн, где расположена штаб-квартира SpaceX до аэропорта. Около 50 тысяч любителей средневековья собрались на рыцарский кемпинг в Сербии. В стенах крепости монастыря Манасия представители 17 европейских стран упражняются в битве на мечах, готовят средневековые блюда, демонстрируют оригинальные костюмы и доспехи. Фестиваль проводят уже в третий раз. В этом году небывалое количество участников приехало благодаря сериалу «Игра престолов». Многие хотят примерить образ жизни любимых героев. Дарт Вейдер теперь командует не только войсками Галактической империи, но и казахстанскими музыкантами. В Астане на выставке «Экспо-2017» антигерой киноэпопеи «Звездные войны» с помощью светового меча дирижировал оркестром. Он появился на сцене во время очередной композиции и прогнал основного дирижера. Таким образом артисты обыграли шутку местных жителей о том, что главный павильон Казахстана внешне похож на «Звезду смерти» – боевую космическую станцию из франшизы. Любители поплавать с маской и трубкой в болоте собрались в британском Уэльсе. Там состоялся чемпионат мира по болотному снорклингу. Самих пловцов было немного, а вот зрителей гораздо больше, ведь чемпионат – очень увлекательное зрелище. Конкурсанты переплывали 50-метровую траншею вместе с домашними любимцами, надувными кругами и даже тортом ко дню рождения.